теперь меня слышно теперь еще игру станет видно все отлично только осталось звук в этом такие лёвушки сидят на столбах да да и смотри корабль вдалеке потонул здесь вот такая такая гидра гидра такая синенькая у правда гидра сидит на ковре самолете и волк рядом с ним у и чудесная музыка вот такая вот здесь музычка кстати она не музычка сама игра она достаточно сильно отличается от третьих героев я мало чего не знаю только так понаслышке то что тут чуть-чуть изучил предварительно привет всем ребят кстати приветствую если что-то со звуком то напишите пожалуйста таки вот игру немножко убавлю она как-то глушит мне тебя я не хочу чтобы что-то мне тебя глушили что-то мне правильно сказал как ни странно вот например ну давай начнем собственно новую игру я думаю сетевая игра предыстории никакой не будет например там на том как собралась группа разработчиков я не делюсь они создали игру а я знаю что они вдохновлялись изначально king's bounty той самой старой старой king's bounty оригинальной king's bounty но решили сделать ее более стратегической king's bounty была такая рпгшная прогеру про и героя с войсками так же как и новая до king's bounty от катаурии или катаурия все еще не правильно это произносится но все поняли все просто водички попью бессменный спонсор наших трансляций водичка простая вот о чем это я но они уже у них уже был же опыт это делала та самая компания которая делала might and magic серию то есть герои of might and magic это как бы спин-офф который пережил то есть они взяли своих героев и запихнули их стратегию не совсем они скорее взяли мир скорее взяли мир и сделали из него стратегию вот это хорошо видно это на самом деле в частности я просто не играл в старый might and magic не играл старый might and magic но я играл в третьих героев я играл в might and magic из 6 и так далее вот это хорошо видно прямо на 6 7 части особенно у нас на седьмой в которой играл больше вот берешь третьих героев это прям тот же мир даже те же персонажи вот те персонажи сюжетные в том числе герои вот именно компании сюжетный их можно встретить в седьмом might and magic и только я-то познакомился сначала с героями и думал что как бы ну они из героев из стратегии туда перешли а на самом-то деле наоборот они именно из might and magic попали в heroes of might and magic вот такая схема да ну так вот начинаем сюда сетевая игра за одной машиной два игрока да у нас же но если ты никого больше не позвал мне деньги а ты хотела кого-то еще позвать чтобы втроем играть что он был сначала обсудить это со мной я никого не хотела звать хорошо-то правильно что такое человек легкая не знаю уровень противника умный давай глупых поставим я не знаю что это как бы что это значит вообще есть некий режим царь горы я не в курсе что это число не знаю давай в простой без него сценарий вблизи залива размер сложность есть у этих архипелаг есть маленькую карту да какую-нибудь маленькую карту вот о маленькая обычного соседству отлично средств чудесно вот я прошу прощения у меня немножко с голосом голос глючит поэтому так кстати мы с тобой даже не выбирали что замки видишь ну да там только цвет можно было выбрать не положено потому что видимо и вот таким вот образом представлять выглядят внутренности замков первых героев я могу нанять горгуль и у меня есть отряд кентавров твоя любимая башенка ну вообще не факт потому что тут например грифона грифона да да а кентавры живут в пещерах и они вообще стрелки ну да они всегда были стрелками в третьих героях они стрелками не являются да они далеко бегают и бьют копиями но они могут бросать копия нет нет не могут в третьих героях ой кстати тут еще и гидр обрати внимание да я вижу мы черная башня это что там что-то фиолетово же драку паются драконы обалдеть драконы нужно лабиринт и болото болото это гидры а лабиринт это миннотавры такой грустненький стоит миннотавр миннотаврик один в лабиринте просто вот у нас ребят принципе запланировано как бы как вариант еще и 2 герои если нас не хватит на первых или первых не хватит на нас так гильдия воров тут показывает инфу колодец всех воинов на 2 в неделю это хорошо гильдия магов кстати совершенно какая тут ты представляешь тут совершенно иная система магии ведь я тебе больше скажу она даже скорее похоже больше на систему в шестых героях чем в третьих это как здесь гильдии магов покупается книжка причем у героев у них нет специализации и нет прокачки по каким-то скиллам у них именно прокачка по параметрам и любой герой может равноценно всем остальным пользоваться маги как это делается в гильдии магов покупается книжка для героя и книжка это как набор свитков то есть он кастует заклинание какое-то и у него уменьшается количество этих заклинаний которые может оставить то есть там допустим он покупается книжкой в ней там не знаю три заклинания по по три раза вот как тебя такой поворот интересно сейчас думаю кого построить на на грифончиков построю не все-таки кого нет грифончик глаза разбегаются нет колодец строю колодец и кстати какой-то момент тут даже войска нельзя делить на куски смотри как они ходят на кассы и египет египетские такой может прощать или даже знаешь эти как они называются вспомню скажу так между речи а там у них такие были рельефы такими да 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 дядьки кудрявыми бородами точно 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 и вот быки такие там у них были гораздо больше похоже обследовав окрестностей вы находите клад вы можете взять золото или раздать его крестьянам в обмен на опыт хотите взять золото как ни странно не хочу и вот мне повышают силу магии вообще вот он кстати мой герой зовут его барок а при этом кстати говоря в первых героях можно повстречать знакомых по последующим частям знакомых по последующим частям героев действительно но это для ценителей так сказать снова беру опыт и мне теперь атака плюс один ничего себе много крестьян я не пойду атаковать много крестьян я боюсь в замке я построил но есть сейвы я не знаю насколько они авто сохранение есть авто сохранение тоже норм ходит желтый игрок я полагаю что это ты кстати твой герой вот как раз тоже на лесопотанку сегодня сегодня это герой ребекка и у тебя есть 14 феечек о боже они такие прикольные в замке да оба в россии замок у боже смотри феечка сидит такая размахивает ножкой машет да посмотрим что можно построить здравствуйте все ребят в том числе галактический олень у меня есть единороги у я фениксы тебе фениксы есть лепреконцы есть или при конца и эльфистом вот видимо гномы а это гномы избушка гномов да а внизу какие-то дриады друиды друиды почти суши мне на самом деле нравится потому что стрелки стрелки ну как я люблю так чего нибудь из стрелков построим или колодец я рекомендую все-таки стрельбище на самом деле да давай стрелков возьмем он нужно гильдия магов и стрельбище как раз для друидов которые тоже стреляют я полагаю ну давай наймем кстати на им здесь происходит по моему индивидуально то есть фигач на здание и такой он до согласятят там бездельничают понимаешь феечку тоже присоединяем выходим и куда идем а вон идем котел собирать до сундук опыт опыт естественно традиционно а мне не дали ловила а потому что 500 мне тысячу крестьян пока не трогаем до собираем сюда кстати обелиск здесь тоже видимо есть грааль кстати ты знаешь что такой есть интересный момент для оценителей вот поглядите как и выглядят сундуки до ларец сокровищами в первых героях а в третьих героях вот очень похожим образом выглядит такой предмет который называется ящик пандоры это некая разновидность сундука ходит синий это я подберусь уже сундук и обратно в замок потому что нужно кого-нибудь на нить такой знаешь почему считаются все считаются а вот надо выйти вот здесь снаружи считается где это короче считается на самом деле вот я найму горгули и тик я могу построить лабиринт нужно лабиринт ибо кстати здесь же есть нюанс смотри в крипте гарпии пещере кентавры ты считай сколько их гарпи кентавры минотавры грифоны гидры и драконы и того 6 а в армии всего 5 человек то есть кем-то придется пожертвовать да 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 есть такой нюанс еще такой есть нюанс да каждый сам за себя ну как бы окей поиграем но мы все равно заключим на тайный союз против кого-нибудь это не хрень это первые герои ничего не понимаете ничего не понимать мы тут знакомимся с классе не фаги понабежали я все-таки возьму наверное грифончиков очень нужно на черном ваш лабиринт и болото то есть в принципе я могу пренебречь грифончиками они не могу полюбасного грифончиков тогда берем грифончиков лим не принцесса лим у него там герои на бородатый дядька у меня брат я бородатый мужчина прекрасный бородатый мужчина ты ведь не будешь жертвовать драконами не строишь драконов что ни в коем случае драконов обязательно это самый сильный юнит игре и он за опытом до сундучок вот сейчас все накатят сила магии и знания сразу тебе повезло она красотка на ничего так на леопатру похоже ок и базу окей так это что такое лесопилка похоже а в замку шка лесника а тем временем в замке что в замке что строю что блин нужно таверна и древодом все где древодом а есть древодом гномы хотят таверну гномы хотят таверна нам нужны гномы но я просто в принципе тебе рассказываю а вот гильдия магов давай гильдю магов построим и на следующем кем магов для друидов вот она какая красота какая это дом принцессы пупырки он должен выглядеть именно так цитадель принцессы пупырки даже обитель мрачный мрачный обитель кстати я только что хотел их поставить вот сюда вот кентавров а они автоматом сюда скинулись с вообще нельзя делить войска вообще никак даже исхитрившись нельзя так я возьму еще грифончиков такие милашки с эти нельзя улучшать юнитов просто есть юниты ты минотавров да не будешь делать вот наверное вообще для черной башни как водится нужно все и лабиринты болото я построю лишь нифига это три тысячи они восемь он болото 4000 серая но эти лабиринтные не ну вообще можно конечно построить все просто кого-то не нанимать ну да да скорее оставлять в замке а мне так и придется потому что как бы нужно на черную башню это это то есть всех а потом уже выбирать кто у меня тут кто любимицы кто не только лабиринтик такой купальничек точно мнение он борец он борец нет на самом деле просто у него три сустава так я пойду я пойду гнать герои первые для минотавры видишь забой видишь и никаких клеточек вот не клеточки не нарисованы они как бы есть я понимаю что они есть просто еще знаешь какой нюанс кого-то кого-то у нас замутил на это будет видимо да но это будет красавчик вообще он за капс смотри какой нюанс тут есть нюанс заключающийся в том что здесь первых героях летающий юнит вот например вот это вот гарпи то есть горгулия 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 женщина потому что видно что с груднями и серьгами а летающие юниты могут перемещаться на любое количество клеток то есть летающий юнит в любой может подлететь и сожрать сразу абсолютно любой причем летающий юнит это может делать но я пока подожду традиционно вот месопотанские кентавры вот с этим а герой в палатке прячется до пропуск таки наш не мы ты реально грязные крестьяне сколько нужно пройдем хочу хочу уже чтобы минотавр побился с ними опробовать в бою до пробовать бою а давай пофигу грифончики церкви не летят офигенные а тут уже с другой фиолетовая женщина интересно кто а из человек котик это фиолетовая женщина это тролль а человек котик человек котик это угар по моему никого не угадала ходит желтую захватывает лесопилку лес возьмем да конечно возьмем лес лишним не бывает о экспы то сколько врач ну так стон хэнш да конечно планировалось стон хэнш друидики то посмотрим что нужно на алую башню нужный загон а для загону же солнце на следующий ход если ресурсы есть можешь построить загон отлично у меня будут единороги единорожки даже единорожки окей радужные единороги кстати это полностью локализованная от буки версия героев шантики угорают от моим человеком котиком не на правда походит чего так вы находите древний артефакт вы направляетесь к нему на дорогу вам преграждает шайка разбойников готовы драться за свою добычу о боже мой это действительно разбойники сразу видно темные личности по ним же сразу видно так вообще ухты какие они резвые маски и шляпы кстати реально мышки не видно в боже мы сейчас сейчас я ребят сделаю часто сказали или писали раньше ладно главное заметил о они сильнее себе однако сколько их осталось а один остался мне кажется грифон затащит о давай минатавр впивайся в бой вот это да красавчик рей втроем 10 вынесли но так слегка не дрянь убьет мне грифона я короче расстроюсь здоровье 25 и как бы непонятно сколько осталось здоровье вот этих четырех лавру бьет этих 10 на кентавров по сигнал затощили вообще сдачи без потерь сила магии плюс один обнаруживаете баллиста и что мне задает ну как бы месяц этот артефакт позволяет ваши катапульте дважды стрелять в один ход боя ты понимаешь когда лямушка станет старенький вот он будет похож на портрет этого персонажа наверно опыт знания плюс один прибавили себе знаний так ну и давайте построим наверное но если я построю болт и останусь без бабок а тут автосейв в конце каждого хода в конце каждого кода конечно ну отлично так чем может гильдии магов то дофигануть или другое да ну нафиг не буду нанимать другого героя правый кстати непонятно мужчина или женщина ну реально мне кажется мужчина женщина вот я как бы тоже сказал бы что мужчина но почему-то не уверен мне я на ничего не буду покупать это чем о обзор королевство вот весь день четвертый у нас кстати надо сказать что первые герои это на самом они на самом деле проще вот прям проще опыт естественно да конечно как всегда сила магии феечки много давай замок вернемся и купим тебе кого-нибудь да построили уже сапоги скоро худо надо быть офигануть еще один там он копейщики так же можно будет на них напасть за гонщик берем да конечно чтобы у тебя были единорожки как ты любишь оу милота какая сена водичка прелесть просто прелесть я тоже вижу часть карты обелисков теперь ну надо нападать о принять конечно присоединяйтесь ребята 22 лучника всегда рад best от меня обижаю когда стрелки присоединяются к кочевники это та штука которая в третьих героях пропала кочевники потом короче снова вернулась но такая многострадальная штука кочевники 5000 ты дышь тут как бы с одной стороны и купить хочется и покопить ладно я куплю вот он болотцы с гидрами кстати видел гифку про беседж где сделали кальмара огромного на поршнях и он своими щупальцами всех убивал ничего себе вообще почему там реально кальмарь как они такие штуки делают там ведь ограничена зона постройка там можно отключить ограниченность зоны то есть ты как бы проходя сюжетку т.г. ты ограничен но ты можешь отключить тогда ты не можешь пройти сюжетку но тогда ты можешь строить что угодно вообще каких как каких угодно гаргантов полет фантазии так и теперь мы тебе строим колодец я думаю мы до сих пор не построили а неделя это постепенно подходит концу да конечно нужен колодец так хочу гильдия магов то она же построена а у нее больше этажей все остальное не улучшается а вот гильдия магов может так а герой уже забежал и нанять на руках феечек все он единорогов и дроидов и смотрящего единорожек отлично best ну мне нравится и чем может крестьянина гопнем давай там второе нобелиск ходит синий игрок забирает себе каменоломный синий игрок со страшностью 7 синий игрок бегает о боже ужас мне кажется не добегут стрелки клевые кстати да такие прям матерые бывалые но они круче и скакуны они круче кентавров так атака защиты здоровья скорость высокая ну давайте посмотрим блин я же знал что бегут уроды он был нападать они сильны короче возможно потребуется лот она подождать нельзя только пропустить можно фига не а какие грифончики суши походу мне загружаться надо что-то ввязался да жесть какая-то убей 22 стрелка да я всей свора этих не могу убить понимаешь они мне грифонов фигарит они сейчас меня тавров меня размотают убью живую кентавра уже дважды наконец-то шесть какая теперь за них спы наверно много должны дать я на ранее буду загружаться но блин подрос фигачили тебе армию конечно 10 кентавров и по одной по одному летунов 320 очков опыта всего дали вообще не ну ладно пофиг несправедливость я кстати думаю что реально справедливость так ну тут не будем желтый игрок да нападем на крестьян на крестьян это не страшно мне кажется насколько портал в ад открывается чё атакуем или не атакуем феечками или подождем все-таки подождем эльфы стрелять о эльфы дважды стреляют красавчики единорушка не добегает всех ждем на мне кажется уже можно упадать давай у меня усики кстати точно бабочки еще марина затащила крестьян по осеннему лесу мне кажется надо ориентироваться а это не это место да только нужно как бы ну примерно все равно понять где это многофей нападем на многофей или давай сначала вот этих многокопейщиков многокопейщиков да сейчас строим чего-нибудь на алую башню тебе пока не хватает нужно 10 тысяч ты дышь а у тебя всего три ну копим копим ну а я раз уж здесь повоевал то как бы надо но это реально там вот у тебя прям реально там так какая-то суманька и снова дерутся опять они понимаешь снова они эти к счастью знаю что надо бегут за один ход не ну кочевники жесткие парни прям жесткие галактики диры вот ты жалуешься у меня на смартфоне стрим лучше чем на на компе смотри смотрится там лак даже меньше вот опять мне кентавров под фигарили нужно нужно ждать конца недели короче закупаться к счастью у меня есть стрелки это радует привет саня что сам там мой чувак чате да ничего себе так ну вот этого на котором я на игра мир привозила магнитика который заболел понятно болеть фигово понимаю вообще я кашель до сих пор от маленько остался ну по крайней мере ты уже так это по тебе по крайней мере чувствуется что ты выздоровела или почти выстроила а я вот наоборот о бездонный кошельные на на деньги будут давать 500 золотых в день это кстати реально круто потому что до этого я получаю как скатерть сама бланка сама бланка сказать только по бланка фонтан о чем у нас по о день 7 отлично день 7 best я возвращаюсь замок я возвращаюсь домой хоть желтая принцесса нападаем сейчас желтая принцесса будет порабощать они черные они черные это на самом деле серьезный враг желтая принцесса порабощает черных копейщиков это серьезный враг ты видела да есть эльфы пальнули не убили ни одного ужасно да друиды убили 1 сразу загрузиться мне кажется давай автоном как это вообще что произошло а утеш книга маги есть единорог наколдовал чашку нет это герой наколдовал чашку на единорога и на дороге и на может сможет как бы автомат затащит сейчас еще нет тут потери будет не размотают их нафиг феечек феечку нет мои эротичные феечки там сзади было такое вот в огороде раз на расслабоне пугало такое друидов и эльфов а я не хочу эти на руки стоят что ничего не делают эти дороги видимо ничего не умеют а может они все-таки они колдовали я вот думаю оба они они бьют фига они как бьют бодается сейчас сейчас всему конец а мне кажется могут прям вообще размотать так это что такое страшный эффект у ослепил давайте затащить но тут надо загружать так может сейчас конец недели там прирост замки ну смотри твое решение не 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 загружаемся нет мы не будем загружаться мы будем по хардкору играть и оставлять их себе башмаки путника увеличивают подвижность от рёда по суше взяли тебя каменоломню и в замок конечно а в замке тем временем ничего не происходит совершенно верно неделя собаки населения всех жилищ возросло фига как он много ходит а вообще пол недели будет до замка добираться вообще проще будет до следующей до сидеть ну ладно вы принцесса сходи в замок идем чем ничего у тебя рассекает в сапожках тоже сапоги скороходы в новых сапожках то рассекают модненькие знаешь почему они быстрые потому что красные точно потому что red goes faster как вам герои это твой человек до спрашивает как вам герои 3 hd ну как будто мы наиграли три стрима норм но учитывая то что для марина это было в принципе 1 я вообще первый раз играла в третьих героев и как тебе было нужно я не могу их сравнивать просто с третьими мне нормально я вообще не обломался не было нормально ничего такие так этот на как на куплю тебе пока всякого но норм по моему ну как но мог могло быть креста золотых осталось сша может она подождать денек вдруг мы кого-то не купили за того что 300 золотых осталось тем более что у тебя ходы у ребекки я все еще спешу в замок концу недели медленно спеши тороплюсь не спеша так черная башня в 15 понимаешь меня не было друзей которые бы сказали мне в какие игры играть поэтому я играла в то что мне покупали родители вот как бы сама денег у родителей на какие-то игры я стеснялась игры господи как можно я уже рассказывал эту печальную историю чё намного фей пойдем ты хочешь рассказать вообще не стоит давай нет я сейчас я уже рассказываю не буду второй раз но мы закупили юнитов или же закупили а вы ступлю туплю кстати да ты права действительно ну вот единорожек да фига вообще до 6 единорожек у тебя теперь все что так по ходу можно еще а не доступно 0 все то еще просто 5 300 денег осталось идем намного фей нам уже присоединяться ну пойдем но если что это на твои совесть они кстати опасно как бы слабенький но опасность с того что долетают так и чё кто ходит а наши наши на вражеских фей только убейте хоть одного друида давай бы дни и мне кстати нравится как бодаются единороги такой прям и вообще единороги мощные доклада единороги то у тебя еще самые клёвые ребятки о там какие-то грифон там похоже замок не изученная земля свора грифонов пойдем сюда или или куда вниз давай по низу попробуем пройти ну-на-на опаньки а